Таких дорожных столбиков челябинские водители еще точно не видели. Пожалуй, больше метра в высоту. Такие ограждения установили на новом Ленинградском мосту. Теперь трамваи точно не подрежешь. Опоры установленной конструкции закреплены. На первый взгляд Ленинградский мост уже готов. По сути, здесь остались минимальные работы. Сегодня новую конструкцию в шесть автомобильных полос и трамвайные пути оценили эксперты из Москвы, региональные и челябинские чиновники. Апорель до середины мая, в принципе, планируем полностью гидроизоляцию на мосту выполнить. Приступить к первому мая, к укладке путей уже. То есть на сегодняшний день у нас на российской действуют ограничения движения. То есть уже приступили со вчерашнего дня. На перекрестке с российской ограничения будут действовать до 18 мая. За это время должны соединить трамвайные пути на самом мосту и прилегающих улицах. Окончательно работы здесь завершат в сентябре. Но движение откроют уже в июле. Из-за большой скорости строительства и подорожания стройматериалов бюджет проекта, а это около миллиарда, не изменился. На стоимость это никак не повлияло. Мы говорили о том, что подрядчик все материалы, все бетонные конструкции уже сделал заранее. То есть до момента подорожания стоимости материалов. И здесь фактически была его сборка. И сейчас мы видим, то есть основная цена это все-таки конструкция. Ленинградский мост построили еще в 1953 году. В 2015 его признали аварийным, провели экстренные работы. Но позже поняли и единственный выход – сносить и строить новый. Для большинства субъектов Российской Федерации характерна такая ситуация, что, к сожалению, еще достаточно большое количество искусственных сооружений находится в аварийном, предаварийном состоянии. И в столице Южного Урала такие объекты тоже еще остались. Сейчас челябинские дорожники готовят проектную документацию на реконструкцию еще пяти мостов.